Что он для меня сделал? Я всю жизнь, она говорит, я же читала, пела на клирос, и она опять свою историю немного так повторила, хотя я так ее знал, ее историю в жизни. И она говорила, что я вот, значит, все это знала, и соку бабушек я знала, значит, метрополиты кормила, значит, то есть, ну, как вот, и почему никто из них мне не рассказал, кто такой Иисус Христос, и что он для меня сделал. Знаете, сегодня я скажу так, к сожалению, большинство священников до сих пор не знают этого. Вот, знают, в лучшем случае, теорию некоторую. Но очень прав был Мартин Лютер. В прошлом году мы его часто вспоминаем, добрым словом, 500-летие реформации отмечалось христианским миром всем. Так вот, и Мартин Лютер очень, он это сам пережил свою жизнь очень остро в свое время. Был традиционным таким священником, ну, не православным, но католическим, ну, хрен резко не слаще, это, в принципе, одна проблема была, что там, что там, что у нас, что у них. И он пережил те же самые проблемы, в принципе, в своей жизни-то. И он был традиционалистом, там, боялся, там, значит, образ Бога был у него истоверген, извращенно такой страшный судья, только вот, как бы он не понимал вообще Бога как спасителя. Он не понимал, что Иисус Христос это его личный Господь-спаситель, что он хочет быть его личным спасителем, Господом его. И он потом написал такие слова, уже покончившись со своим монашеством, женившись на бывшей, кстати, монашке, Екатерина, там, Боро, они детей нарожали, там, значит, он был уже реформатором таким, все. И он написал такие слова, что вот понимать, говорит, что Иисус Христос это Господь-Бог-спаситель, наш, в целом, да, ну, наш, немецкий, всего человечества, это, говорит, не спасительно. Но осознавать и принимать то, что Он, Иисус Христос, мой личный Господь-Бог-спаситель, вот это уже спасительное год уже. И действительно, Он это пережил в своей жизни. И пусть это переживут миллионы и миллионы наших соотечественников. И не только наших соотечественников, но и всех жителей нашей, и страдавшихся планетами, друзья. Потому что вся тварь стинает и мучается, ожидая откровения сынокожних. А величайшее откровение, мы уже сегодня, я сегодня оглашал это откровение, что Христос в нас в уповании славы. Бог, поселяющийся в человеках. Христос как Спаситель и Господь каждого в отдельности. Не просто всех нас, всего человечества и далее. Нет, каждого из нас в отдельности. Вот это, да. Слава Богу. Пусть Бог благословит вас, друзья. Да, и Бог, да, усмотрит. Хочу еще у вас побывать, таки, и послужить вам. А так, если что, как говорится, пишите письма, вызывайте деньги. Шутка, шутка. Не, не, то, что, значит, в сетях, в социальных я есть, там есть все пароли, адреса, явки, поэтому, значит, пишите, значит, да, я стараюсь отвечать, но, правда, не всем вот так прям отвечаю, потому что не получается так вот, да и не надо, думаю, всем подряд отвечать. Я уже, у меня есть уже заготовки уже, ответы, уже видео, которое я записывал на разные темы, и я уже ссылаю, высылаю, допустим, уже ответ в лекции какую-то, допустим, да, или в проповеди, ответ на этот вопрос уже. Поэтому, как бы, я дам ссылочку. А так, на ютубе найдите меня, подпишитесь, не забудьте, и самое важное, поделитесь с вашими друзьями православными. Я очень хочу, потому что меня сегодня не пускает в травму православной проповедоваться, к сожалению, за величайшим исключением, и то не в России, но, благодаря вот ютубу, интернету, благодаря вот вам, евангельским верующим, протестантским верующим, я прихожу к, ну, тысячам и тысячам православных христиан, и к сотням священников, уже полтора стола у меня священников, подписчиков минимум. Я так прочитывал. Вот это здорово. Слава Богу. Хорошая аудитория. Целая церковь. Вот так вот. Одни батюшки. Вот, значит, и истина делает свободными, друзья. Истина делает свободными. И пусть это познание истина действительно приносит свободу всем и вся. Аминь. Пою благословение, сейчас на вас я, друзья, пою благословение, священническое благословение, оно из книги чисел. Шестая глава, в самом конце шестой главы книги чисел, там есть благословение Аарону, мы его называем, да? Но это благословение сам Бог дал. Это Божье благословение. И он дал это Моисею и попросил его передать Аарону, его сыновьям, это благословение, чтобы этими словами благословляли сынов Израиля. И Бог говорит, и я благословлю их в конце этой главы. Так вот, и сегодня Бог всех нас, людей разных национальностей, культур, традиций, благословляет через Иисуса Христа, который действительно, вот в феврале, в срете мне, да, свет просвещения всех народов и слава народа своего Израиля. Ну и также вот наступает праздник церковной крещения Господнего, да? Я думаю, есть повод у вас теперь дома, там или где-то, будете сейчас общаться, откройте баночку с огурцами, достаньте огурец, скажите, вам тизо. И попросите Господа, я хочу вот действительно погрузиться в себя и просолиться, не быть малосомым, нет. А действительно, пропитаться домой, иметь соль твою в тебе. А знаете почему? Потому что не только нам это нужно. Потому что Господь говорит, что кто просолится мной, чудеса и знамения сопровождают жизнь тогда, представляете? А еще, то есть, вот допустим, если венигерит готовит хозяйка, да, даже не нужно солить ей специально. Если есть миска соленая в соленых огурцах, она это порежет все, перемешает и все блюдо соленое. То есть, представьте, Бог не хочет только лишь нас осолить, а через нас Он хочет многое солить вокруг нас. Жизнь станет соленая, вкусная. Представляете? Бог да благословит всех нас. В этом благословении благоставляю каждого из вас во имя Господа Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не веди нас во искушение, избавь нас от лукавого. Твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь. Бог святой благословен ты, Царь наш. Благословен возлюбивший мир и отдавший Сына Своего за нас. Господа Иисуса Христа, Спасителя нашего, благодарю Тебя за кровь святую Твою. Благодарю Тебя за Духу Утешителя. Благодарю Тебя за жизнь вечную. Благодарю за прощение грехов. Благодарю за исцеление и освобождение. Благодарю за милость и благость Твои, Господь. К роду людскому славу Тебе, Боже. Благослови, Господь. И пусть благодать Твоя умножится в нас. В познании Господа Иисуса Христа. Пусть пропитывается каждая душа кровью Твоею Божественной. Пропитывается Духом Твоим Святым, Господь. Боже Святой, погружаясь в Тебя, пребывая в Тебе, Господь. А Ты в нас, пребывающий Бог. Пусть это таинство, прежде тайна, закрытая от века, от народов, язычников, Божи. Но явленное два тысячелетия тому назад Господь всему человечеству через Иисуса Христа. Через Евангелие благодати, через Новый Завет Иисуса Христа. Боже, пусть действительно это таинство совершается в нас непрестанно. Слава Тебе, Господь. Слава Тебе, Бог Богов, Господь Господствующих. Аминь. Пусть благодать Господа нашего, Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь. Слава Тебе, Господь. Аминь. Аминь. Да, слава Богу, да, спасибо большое. Субтитры сделал DimaTorzok